В казачьих рядах пополнение. В этом году в ряды Анапского районного казачьего общества вступило почти 200 человек. Сейчас на службе более 2,5 тысяч казаков. Совместная работа с полицией тоже приносит свои результаты. Было выявлено 29 преступлений и почти 5 тысяч административных правонарушений. И это только небольшая часть работы. Самое большое событие это создание всероссийского казачьего войска. Съезд проходил в Москве в ноябре месяце. Что Анапскому району довелось сделать за 2018 год? Это много. Это охрана общественного порядка, охрана государственной границы. Это создание более 70 казачьих классов. У нас сегодня 2,5 тысячи детей учатся в казачьих классах. Это охрана лесов, это охрана биоресурсов. Скажем так, что мы продолжаем идти вперед. Почетными грамотами и ценными подарками были награждены казаки, которые внесли особый вклад в работы дружины в этом году. Отдельно были отмечены учителя казачьих классов. Сейчас в Анапе одна казачья школа, 72 класса и 33 группы казачьей направленности. Татьяна Глухова посвятила этому 9 лет. Для нее это уже не просто работа, а смысл жизни. В Краснодарском крае наше анапское районное казачье общество отличается более высоким уровнем подготовки казачьей молодежи. Это мероприятие, это успеваемость, это сотрудничество с казачеством, с церковью, с учителями и родителями. По итогам служебной деятельности за 2018 год определились победители первичных казачьих обществ. На третьем месте – Алексеевское хуторское общество и Усатого балка. На втором – Казаки-станица Анапская. Первое место и переходящий приз – Усупсехского общества. В завершении собрания атаман Валерий Плотников поздравил всех с наступающим Новым годом. Хочется от всей души поздравить жителей города-курорта Анапа, гостей города-курорта, конечно же казаков и казачек, и конечно же казачат с наступающими нашими хорошими и добрыми праздниками. Это Новым годом и Рождеством Крестовым. Пожелать всем самое главное – это здоровья, это казачьи удачи, это бодрости духа, всего-всего самого хорошего. В семье наших жителей города-курорта счастье полилось огромнейшей рекой.